Всем привет, дорогие подписчики и гости нашего канала! Сегодня мы будем готовить овощные рулетики. Вот знаете, давно уже хочу приготовить, а когда что-то хочется, это хуже, чем болит. Поэтому я для них взяла картофель и морковь. Все вместе у меня 900 грамм. Я вот такое соотношение взяла 250 грамм моркови и остальное картофель. И начинка у меня будет фарш. Фарш у меня смешанный, говядина и свинина. Сейчас мы займемся блинчиками. Для начала мне нужно потереть картофель. Сегодня я ленивая, не хочу много посуды морать, чтобы все в одной миске делать. И хоть это мне крайне неудобно, но я продолжаю тереть. Добавляем сюда натертый сыр. У меня 200 грамм. Теперь это все подсаливаем. Не забываем, что сыр тоже соленый. Я разбиваю сюда 3 яйца. Теперь это все мне надо перемешать. Ну, слишком уж мелкие яйца. Еще добавлю сюда 2 яйца. Еще раз хорошо промешаю. Сейчас добавлю муку. Вот раз ложку взяла и два полную с горой. Еще ложечку муки. Так, теперь буду пытаться состряпать из этого блин. Поставила сковороду. Немножко надо смазать маслицем. Переворачиваем. Выкладываем на тарелочку. Так, далее немножко смазываем маслицем. Теперь несколько ложечек раздравниваем по сковороде. Тоненьким слоем делаем. Стараемся это сделать как можно быстрее. Так выпекаем все блинчики. Вот такие вот солнечные золотистые. Вот смотрите, если вы захотите блинчики готовить потоньше, то нужно распределять тесто по сковороде подольше и поаккуратнее. И все равно они у вас получатся. Они перевернутся. Не переживайте. Если что-то будет не получаться, ну добавьте в конце концов сыра или там яйцо еще одно. В общем, смотрите, все снимается. Видите, какие они у меня получаются. Я пеку последний блинчик. Вылила все тесто, что у меня оставалось. И осталось только его допечь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штучек получилось. Ну всякие толстые, тонкие, всякие разные. И это еще не конец. Теперь продолжаем готовить. Вот тут у меня, как я уже говорила, килограмм фарша и вот луковица у меня 200 грамм. Мне нужно ее потереть в фарш. Добавляем сюда перчик черный молотый. Немного по желанию и по вкусу чесночок молотый. Тоже по желанию и по вкусу. И соль не забываем посолить по вкусу. Теперь промешиваем. Я классическими способами промешиваю. Люблю классический способ. Кто из нас любители вторичного использования всяких форм, что выкидываю? Вот, я вымыла ее и буду использовать вторично. Отличная форма. Да, прям новенькая совсем. Смазала маслицем. Кстати, знаете, купила вот в фикс-прассе. Там иногда продают очень хорошие вещички, полезные гаджеты для кухни. В общем, очень мне нравится. Наливаю сюда оливковое масло и пользуюсь с радостью. Кормочку приготовили. Я смазываю этот блинчик фаршем. Я люблю, когда не нужно заглядывать, что не хватит. Поэтому приготовила фарша побольше. И вот так вот сворачиваем рулетиком. И вот такой вот рулетик. Определяем. Оп, и готово. Принимаемся за следующий. И на праздничный стол-то это блюдо подать-то и красиво будет выглядеть. И вкусно. Самое главное, гости обалдеют. И последний рулетик. Сейчас будем готовить с вами соус. Так как я тут все измеряю для вас. 6 ложек майонеза. Кто майонез не хочет, тот может только сметану добавить. И вот у меня сметанка 20% жирности. Видите, какие у меня ложки полные. 2, 3. Я сюда добавлю кровь зеленый. Заготовленный. На зиму, да. Рами с заботливой хозяйкой. Замороженный он у меня. И теперь я сюда же, в этот соус, порежу чесночок. Теперь все перемешиваю. И мне теперь нужно намазать эти рулетики. Потому что я же сейчас их буду запекать в духовочке. Есть для удобства кисточка. Тоже купленная в фикс прайсе. Из мраморной коллекции. Очень мне она нравится. Удобная. Делишес. Конец недели. Ура! Неделю прожили. Буду закрывать фольгой. Фольгу сбрызгиваю маслом. Или смазывайте маслом. Она тогда не будет прилипать. Проткнула тут отверстие. Вот только с Ларисой живу. И всегда удивляюсь ее изобретательности. Что-нибудь, как вы думаете. И так, я разогрела духовку до 200 градусов. И сейчас ставлю минут на 35. Потом достану, уберу фольгу. Потом все посмотрите. Натираем сыр. Только не жалко. Прошло 35 минут. Не забываем, что когда открываем фольгу, тут все парит. Ммм, вкусно пахнет. И ставим опять в разогретую духовку. Безусловно. Нужны гости. Выезжайте в Казахстан, что там, Украина, США, Германия. Ждем вас. Здесь уже все подрумянилось. Сыр расплавился. Все готово. Здесь тоже все зарумянилось. Смотрите, какая корочка румяненькая. Прям сыр расплавился. Теперь осталось немного остудить. Хотя уже в этом можно кушать. И садиться ужинать. Не забывайте, пожалуйста, оставить любой комментарий. Хоть даже вы буквочку поставите и то. Я пойму, что вы были у нас на канале. Спасибо вам за это. Лариса тут говорила, что надо подождать, пока остынет. А я вот предпочитаю кушать горяченьким. Вот с такими приправочками. Это все в прошлом году мило я приготовила. Так что, если что, смотрите на нашем канале. Все это есть. Я просто балду. Нереально. Смотрите, как это в разрезе. Это невероятно вкусно. Обязательно попробуйте приготовить. Вам понравится. Я со всеми прощаюсь. Всем желаю отличнейших выходных. Отличных вкусных выходных. Всем пока-пока. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока. А это послесловие. Девочки, мальчики, кто будет смотреть. У нас на канале есть видео. Кабачки как грузи. Заготовки на зиму. Тоже приготовьте. Очень вкусно. Сочетается хорошо. Вкусно. И вот эта вот острая джика. Это вообще супер. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok